На этом видео я хочу продемонстрировать чистку и смазку рабочего блока на примере кофемашины DeLonghi нового образца. В любом случае вам необходимо из рабочего режима достать рабочий блок. Для этого вам необходимо будет сделать некие манипуляции. Проверяем в каком положении находится в данном случае рабочий блок. Рабочий блок находится сейчас в рабочем положении, то есть он направлен перпендикулярно горизонтали. То есть в таком положении вы его никак не достанете. Его вы даже можете не пробовать доставать, это абсолютно бесполезно. Для того чтобы его достать вам необходимо сначала закрыть, поставить бункер с водой. Для начала выключить свою кофемашину, она выключится, промоется. Рабочий блок должен отцентроваться и стать в нужное положение, только после вы сможете его достать. Проверяем. Вот сейчас рабочий блок находится в таком положении, в котором мы можем его достать очень легко. Для этого нам необходимо нажать на два красных фиксатора и потянуть на себя. Все, рабочий блок мы достали. Теперь мы переходим к его чистке. Приступим к чистке и смазке рабочего блока DeLonghi. Это рабочий блок нового образца. Так как есть рабочие блоки старого образца, в данном случае это кофемашина нового образца и мы будем ее смазывать. Так, осмотрим рабочий блок. Первое, вам необходимо осмотреть рабочий блок на то, что в нем не было каких-то там дефектов, трещин или там поломанных элементов. Но если кофемашина ваша работает, то у вас все должно быть хорошо. Что вам для этого понадобится? Вам для этого понадобится какая-то палочка, которую вы будете смазывать. Непосредственно у нас есть специализированная смазка, очень важно, термостойкая. Вазелин в домашних условиях не советую применять, потому что он нагревается и абсолютно никакого результата не имеет. Эта смазка уходит через несколько порций. И естественно чистая тряпка, которую вы будете протирать руки, либо рабочий блок после того, как вы его смажете. Что необходимо сделать? В данном случае смотрим на рабочий блок. Осмотрели его механически, у нас есть два фиксатора, вот два таких рычажка. Наша задача раздвинуть эти рычажки. Раздвинули. Берем смазку. Одну секундочку. Берем смазку. Не очень обильно. Сейчас покажу, какое количество. Вот примерно столько. И мы должны смазать вот эти вот движущиеся механизмы. Шестереночки, которые здесь. Не волнуйтесь, эта смазка в середину рабочего блока не попадет, так как заваривание у нас заходится. Вот камера заваривания. Это все внешние элементы. Нам нужно обильно смазывать вот эти шестеренки для того, чтобы наша кофемашина и рабочий блок работал хорошо. Я делаю это несколько раз небольшими порциями. Смазываю обильно все шестеренки. Удостоверился, что тут достаточно смазки. И делаю вот такие вот действия. Свожу их в противоположном положении. И так необходимо сделать несколько раз. Для того, чтобы смазка хорошо разошлась по шестеренкам. Также у нас есть еще основная шестеренка, по которой ходит основной шток. Так же само нам необходимо раздвинуть ее вот таким вот образом в открытое положение. И вот в эту шестеренку в основную, в ее основание, в самый-самый центр, очень важно в середину поглубже внести также смазку. Желательно, чем глубже, тем лучше. Потому что она поверхностно, если вы помажете, это никакого результата не принесет поглубже. И так же само раздвигаете два флажка, вы промазываете. Вам необходимо сделать такую процедуру раздвигания около пяти-шести раз, после чего ваш рабочий блок, шестерни данного рабочего блока считаются смазаны. Если у вас есть желание, также вы можете раскрутить вот этот вот винт для того, чтобы смазать и прочистить сеточку от кофейных жиров в середине, механически. Так как в летний период есть варианты, что здесь могут собираться кофейные жиры. Эти кофейные жиры дают, как бы, такой небольшой привкус на кофе, что, в принципе, как бы, не очень нравится многим, как бы, людям. В принципе, все. В остальном, смазка и проверка рабочего блока на этом заканчивается. В принципе, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось наше видео, заходи на наш youtube канал, там больше контента и полезного материала для тебя. Всего доброго. Ставь лайк.